Тамилина Ольга, 12 лет, школа при генконсульстве России в Бонне, Люси Монткомери, Анна с фермой «Зелёная крыша». В тот день мистер Филлипс объяснял сидевшему в углу класса Приси Эндрюс задачку по алгебре. Остальные ученики развлекались из-под тяжка. Джильберт Блайт старался привлечь внимание Анны, но она витала в облаках. А ведь Джильберт не привык, чтобы какая-нибудь девочка не обращала на него внимания. Он нагнулся через проход, схватил рыжую косу Анны, вытянул её во всю длину и громко прошептал «Рыжая! Рыжая!» Возмущённая Анна вскочила и выкрикнула «Джильберт, ты мерзкий злой мальчишка, как ты смеешь так говорить со мной?» А потом схватила свою грифельную доску и со всего размаха стукнула его по голове. Весь класс ахнул от ужаса и восторга. У Джильберта перехватило дыхание. Бедняжка Руби, которая чуть-чуть начинала рыдать, заплакала. Мистер Филлипс с красным от гнева лицом быстро шёл по проходу. «Анна Шерли, чем объяснить твою выходку?» «Это я виноват, мистер Филлипс. Я дразнил её», — сказал Джильберт, прежде чем Анна успела открыть роль. Но мистер Филлипс не обратил никакого внимания на слова Джильберта. «Мне неприятно, что моя ученица не способна контролировать себя и проявляет столь дурной характер. Анна, встань возле доски и стой там до конца занятий». Над её головой он написал на доске. «У Анны Шерли очень скверный характер. Анна Шерли должна научиться вести себя». Когда уроки кончились, Анна сложила в портре все учебники, тетради, ручку, чернила и положила поверх сломанной грифельной доски. «Почему ты всё домой забрала?» — спросила Диана по дороге из школы. «Потому что я никогда больше не пойду в школу», — воскликнула Анна.